привет друзья рада приветствовать вас на канале про нас а с вами ольга пронина и сначала хочу поблагодарить абсолютно всех 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 за то что вы подписались для меня это действительно очень важно и очень приятно и надо сказать что прямо радуюсь каждому подписчику действительно радость потому что наша команда прирастает наша команда все больше и больше больше комментариев больше отзывов больше вопросов вопросам тоже очень рада задавайте без стеснения отвечу на любой вопрос потому что это творческий процесс это всегда интересно это мне очень нравится мне нравится вообще этим очень заниматься я даже честно говоря никогда не думала что мне так понравится монтировать видео выкладывать видео общаться с подписчиками потому что раньше я никогда конечно же этого не делала и сегодня светлана написала в комментариях сделать мастер-класс по заливке вернее по технике блум честно говоря что такое блум я google мне не перевел блум и блум вот я уже неоднократно пытаюсь сделать эту технику не потому что вот мне прям заело я хочу повторить вот просто она мне действительно тоже очень нравится очень интересная не скажу что я буду все время этим заниматься потому что ну хочется что-то новое что-то интересное может быть я люблю заливать большие картины блум на большой никто еще не пробовал пробовали но там читать фото так себе не очень понравился вот сегодня хочу сделать на круглой доске и распределить краску с помощью спиннера сильно крутить не будем потихоньку значит и хочу рассказать подробно вот в предыдущем видео я тоже пробовала эту же технику не скажу что получилось так как у других зарубежных мастеров потому что они кто-то покупал курс он стоит по моему около 100 долларов кто-то не покупал курс и сам пытается я тоже сама пытаюсь курс я покупать не буду не настолько уж там прям супер-пуперская техника чтобы отдавать 100 долларов вот и пробую сама и пробовать буду на обычных на своих обычных красках то есть вот у меня готова белая это строительно белая моющаяся акриловая я уже неоднократно показывала ее и приготовила колеры так вот колер то есть я буду делать с помощью колеров фиолетовый бирюзовый и розовый ну начнем посмотрим что получится получится хорошо ну не получится и ладно но попробую ну или не попробую в общем то я так там у меня лучше держится ладно сейчас мы сделаем как обычно сделаем как обычно это деревянная доска обычно разделочная деревянная доска я уже рассказывала в первой части мастер-класса как готовить дерево под заливку то есть надо обязательно сначала обработать грунтом жидкий грунт его еще называют праймер затем надо обязательно пошлифовать нулевкой потом еще раз грунтом потом еще раз грунтом и еще раз нулевкой то есть на ощупь вы будете слышать есть там еще эти ворсинки или нет фигнюшка дальше я наливаю это желательно конечно по центру строительную краску вот такую подушечку по моему так уже прошу вас наливала и в прошлый раз я делала 3 скажем цветочка в этот раз хочу сделать 1 конечно фиолетовый за надо потемнее нула какой есть так не крутишь наливаем фиолетовый бирюзовый и немножко что у меня вот люди делают так красиво все прям аккуратно кружочки такие ровно я лично какая-то ерунда получается хочу ерунда хорошо так единственно что у меня вот как-то не по центру то немножко мы сейчас на подушечки вот но это от едем центр значит строительная краска колеры разведенные с медиумом и белая краска на финиш с силиконом так что делаем дальше дальше просто раздуваем я думаю что тут еще влияет конечно дыхание дыхание же у нас текло и в но как минимум 36 6 поэтому наверное это влияет на краски в данном случае у меня с силиконом как в других делают в техниках но смысле другие мастера как делают я честно говоря даже пробовала подключать субтитры на русские чтобы понять что но они не рассказывают какие-то краски вот диана допустим тоже много много она и купила курс но тех материалов которые были рассказаны в курсе их нет в бахрейне вот и получается она экспериментировала много с красками с теми которые есть продажи в городе и в конце концов у нее получилось но вот те краски которые она использует у нас в россии их точно нет соответственно мы уже пробуем исходя из того что есть у нас так ну вот будем будем теперь дуть видно да видно видно как я дую на него вот видео как бы вот изначально получается я раздуваю побольше потому что у нас доска то большая довольно таки вот видите получились эти ячейки у меня в конце концов не вот сколько я пробовала не получалось вот такая сеточка вот сеточка может сегодня получится а может нет получится получится и я посмотрела у эрики эрика арт по-моему в словении она просто делает это на спиннере то есть не раскрутил не разливает в одну или в другую сторону вот мы сегодня тоже мы сегодня мы николай 2 блин почему то я все время говорю мы наверное потому что я общаюсь с вами и и чувствую как бы одну команду и мне все время хочется сказать мы ну вот посмотрим что раскручивается сильно не надо в принципе можно было короба не ставить в общем то в общем то в общем то так так смотрим что тут у нас получится вот видите внутри какое почему то белое вот остается да что это может быть раздуть еще или все таки покрутить давайте покрутим все таки попробовать что нибудь думать я тут такая сеточка клуба я прям боюсь испортить так будем крутить потихоньку так так а в в так это Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Приятно мне очень с вами общаться, задавайте вопросы, всегда отвечаю на все вопросы, всегда читаю все комментарии, отзывы, для меня это действительно важно. Всем пока, до новых встреч на канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok